Задает вопрос, как самостоятельно провести такую диагностику боли в спине. Почему может болеть спина? Во-первых, когда у вас что-либо болит, вы должны сами подумать, с какого периода появились боли. Раз. Как давно у вас появился дискомфорт, может быть ограничение движений в поясничном отделе? Два. Если это, скажем, появилось после падения на копчик, либо после операции на органах брюшной полости, нужно понимать, что скорее всего эта травма, либо эта операция виновник этих болей. И как можно доказать? Например, вы придавливаете шов, может быть шов после выполнения аппендектомии на животе, и через 10 секунд у вас боли в спине уходят. Убедительно? Тогда вы должны обратиться к специалисту, который полечит этот рубец. Другой вариант. У вас боли появляются во время ходьбы, и вы можете на одной ножке просто понагружать правую по очереди левую ногу, и при нагрузке проблемного сустава, если он действительно создает боль в спине, то вы почувствуете, скорее всего, усиление дискомфорта. Другой вариант. Боль в спине появляется в позиции сидя. Вы можете сделать следующее. Вы можете подложить под правую ягодицу, по очереди, либо под левую, небольшой валик, небольшой подушечкой. Если у вас боли уменьшаются, либо своей рукой придавить суставы в области крестца здесь, либо нижнепоясничного отдела позвоночника. Если у вас боль уменьшается, то это говорит о том, что на этом уровне, скорее всего, растянутый связочный компонент, который в позиции сидя дорастягивается, и вам становится хуже. Скорее всего, у вас и при ходьбе будет хуже. Вы, кстати, замечали, как ходят пожилые люди? Они ходят и что-то придерживают. Вы можете, в принципе, сымитировать данную позицию. Кстати, они придерживают и легче становятся. Во время ходьбы зафиксировать одной рукой правый сустав, потом левый сустав. Если при фиксации какого-то сустава вам значительно становится легче, это говорит о том, что в этом суставе есть проблема. И, конечно, вам нужно обратиться к специалисту метода PDTR, который ее закроет. Но если вдруг у вас рядом нет такого специалиста, вы можете попробовать увеличить мышечный каркас в области таза. Каким образом? Вы можете зафиксировать при помощи ремня эти суставы и поделать определенные движения на большую ягодичную мышцу. Походить. Высокая вероятность, что вы создадите временную хорошую компенсацию, которая уберет сигнал. И потом, конечно, лучше обратиться к специалисту. Другой вариант. Если мы касаемся работы внутренних органов, вы можете сделать следующее. Вы можете, зная, какой орган у вас работает неправильно, немножко рукой придавить, либо просто зафиксировать ту зону, неправильно работающую, по вашему мнению, органы. Если вам боли в спине уменьшаются, конечно, нужно обратиться, сделать УЗИ этого органа и пройти соответствующее лечение. Либо обратиться к специалисту ПДТР, который закроет этот вопрос. Очень часто органы, половые органы, малого таза, мочевой пузырь, почки могут создавать проблемы и боли в области поясницы, так же, как и кишечник. И воздействие на эти органы, вы так же можете уменьшить боль. Другой вариант. Поясница, братья-близнецы, по правилу, используемое в мануальной терапии, правило Лавет, это шейный отдел. Как он гласит, если у вас есть проблема на уровне шеи, то автоматически может быть проблема боли в области поясничного отдела позвоночника. Тогда каким образом это сделать? Вы идете, у вас болит или сидите, болит поясница. Вы можете фиксировать шею, либо просто размять шейный отдел позвоночника. Если у вас в пояснице боль уменьшается, возможно, обратить стоит внимание на шейный отдел позвоночника.